Друзья, всем привет! 12 день самоизоляции и в одном из стримов мы обещали вам рассказать, на что мы снимаем наши видео, с помощью какого оборудования мы делаем монтаж. Поможет нам в этом мой ассистент Алина. Ну так-то я вообще хозяйка канала Авиамания, ну так и быть, сегодня побуду его ассистентом. Ну подержишь баночки, коробочки, камеры, в общем, а я постараюсь собрать всю хронологию и ничего не напутать. Ну давай вещай. Изначально, друзья, мы снимали наше видео на обычный телефон. Ну сейчас у меня в руках iPhone, а в далеком 2016 году, когда мы начали снимать видео, это был Samsung Galaxy S, там уже не помню какой, в общем S Galaxy. Или Note. А, точно, Galaxy Note 3. Вот Galaxy Note 3, на него мы начали снимать наши видосики. Проблема заключалась в чем? Так как первый канал, который появился, это был Толя Питерский об автомобилях, то мне приходилось делать обзоры на авто и ходить, рассказывать что-то о машине. Естественно, приходилось рассказывать все на расстоянии, сходить вокруг машины и звук был плохой. Чтобы меня хоть как-то было слышно в кадре, я постоянно орал, потому что у меня было не слышно. И мне все в комментариях пишут, Толя, ты что орешь? Ты что контуженный? Ну, в общем, постоянно... Ты и сейчас орешь, я тебе больше скажу. Я и сейчас ору, но если что, громкость мою убавишь, чуть-чуть, чуть-чуть. В общем, я продолжу. Возникла необходимость купить микрофон. Мы купили изначально микрофон петличный на длинном-длинном шнуре. Вот он. Да, вот он, вот этот вот микрофон, он еще сохранился с тех незапамятных времен. А я даже могу рассказать, с каких, и когда было снято первое видео на этот микрофон. Да, и когда же было снято первое видео? Первое видео, это была экскурсия «Мистический Санкт-Петербург», который мы снимали с гидом Станей Баниной. Этот микрофон я вставила не в нужное место. Куда ты, в задницу вставила? Не в задницу, но не туда, куда надо. И в результате у нас звук вообще не записался. Пришлось наговаривать сверху голосом. Это был мой первый опыт. Слушай, это была фиаско. На самом деле микрофон, он имеет не сильно большую длину. Где-то там, не знаю, метра два. И этого расстояния не хватало для того, чтобы ходить вокруг машины. Да что ж ты про свои машины? Так я снимал тогда машину, но путешествовать тогда даже еще не думали. Ты о чем вообще? Думали. Нет. Слушай. Давай я расскажу дальше про хронологию. Нет. Ну вот этот микрофон уже в путешествиях участвовал. Потом. Ни один микрофон в путешествиях не участвовал. От кошки на волос очистим. Ни один микрофон в путешествиях не участвовал. Все участвовали. Петличный микрофон я один раз надел в путешествиях, и мне подписчики уписали. То ли, наконец-то ты купил себе петличный микрофон. Но когда я его так снимал на палку, это еще было нормально. Но когда снимал обзор, это было вообще ненормально. В общем, я подумал, как бы мне сделать звук немножко получше Да, кстати, вот этот микрофон можно сразу отложить Потому что я озадачился другим Мы купили камеру Мы купили новую видеокамеру после телефона Sony HD, Handycam, не фиг знает, как она там называлась В общем, HD, с качеством HD На эту камеру снято огромное количество видео Штук 400 на моем канале, штук 400 на твоем канале В общем, безумное количество видео Но та камера тоже не выполнила своих нормальных обязательств И надежд В общем, звук был фиговый Хотя это был самый идеальный звук на всю технику, которую мы вообще только снимали Но его не хватало, когда я опять же был на большом расстоянии Я купил радио, микрофон, точнее вот этот направленный микрофон Не радио, а направленный микрофон Вот так вот он выглядит И думал, что будет вау-эффект Вау-эффекта не случилось Звук был, ну, мягко сказать, говно Тогда я заморочился с другим средством звукозаписи Я купил себе диктофон И понял, что нужно диктофон ложить в карман Вешать петличку и потом этот звук накладывать на звук на видео Совмещать этот звук было безумно сложно, как потом оказалось Я постоянно не попадал, ну, в общем, речи не попадала Куча нарезок и возникали проблемы То есть все это слепить в кучу не было никакой возможности Дополни, что монтировал ты тогда в Adobe Premiere В Adobe Premiere Pro, да И я загуглил, что нужно купить специальную программу, которая называлась Pluralize Эта программа позволяла совместить звук с разных устройств И наложить его между собой То есть с камеры звук накладывался со звуком микрофона И выравнивался именно так В той последовательности, в какой он и должен был идти Идеальная прога Но что-то и там пошло не так Кстати, нужно отметить, что эта программа стоила 20 тысяч рублей А звук был как из унитаза Да, все эти микрофончики, вся эта шалобушка, они тоже стоили денег Естественно, там 3 тысячи рублей стоил петличный микрофон Вот это что такое? Вот этот направленный еще, наверное, тысячи три Это обычный удлинитель-переходник для того, чтобы подсоединять к айфону или к самсунгу В общем, вот эта вот история с диктофоном, который стоил 9 тысяч рублей Диктофон, кстати, Sony, офигенный диктофон Ничего себе ты нас разорил Вот я говорю о том же 20 тысяч рублей плюс программа Все это совместил звук Но звук был как из унитаза То ли я не разобрался в этой программе Pluralize То ли что-то пошло, как говорится, не так В общем, звук стал, ну, был плохим Слушайте, помнишь, да? Бум-бум, такой глухой В общем, мне писали, то ли ты через унитазы вещаешь И мы купили радиомикрофон Один микрофон Sennheiser Ну, в смысле, он петличный Один, имеется в виду, один вешался на меня, другой вешался на камеру И вот так, собственно, это происходило Купили мы его бушным за 20 тысяч рублей Работал он, наверное, два года Мы снимали года два на этот микрофон Отслужил верой и правдой Сейчас я его продал И купил другой микрофон Который можно уже вешать на двух человек То есть Он тройной Вот так вот он выглядит Вот это вешается на камеру Вот эти два микрофона Вешаются на... Боя Да, микрофон называется, кстати, Боя Вот эти два остальных микрофона Вешаются на тех, кто говорит в кадре И сейчас, собственно, мы с этим микрофонами и работаем И продолжаем работать Но когда нам леник доставать, Толик продолжает орать в кадр Собственно, да? Да, ну по привычке Представляете, 500 видео снято, когда я постоянно ору У меня уже привычка выработалась Как только на меня смотрит камера, я начинаю орать, орать Чтобы не было слышно А хотя на мне висит микрофон Но сейчас мы дома, и микрофон на себя не повесили Кстати, камеру мы тоже обновили Перед поездкой Тогда это была поездка Таллин Милан Лансарота И вот именно перед этой поездкой Мы купили камеру Sony 4K После этого качество наших видео улучшилось Но у нее зум хуже У нее зум оптический Не помню скольки кратный Но если сравнивать с той камерой HD Там еще был электронный зум Сначала он был оптический А потом еще и электронный Она снимала, она вообще приближала так Так круто Я прям обалдел Когда я взял вот камеру 4K У нее приближение тоже очень хорошее Но в сравнении с той камерой В два раза меньше По-моему там 64, а тут 32 Что-то в этом духе Врать не буду Вообще, я вот сейчас тебя послушала И расстроилась, конечно У меня еще будет с тобой разговор Давай поговорим Надо же было столько денег спустить на оборудование Да просто немерено вообще Вот на эту какую-то корзиночку Непонятно чего Которая сейчас дома лежит у меня И пылится У меня есть специальная коробочка В которой лежит Называется она куча хлама И в ней лежит все Что мы больше не используем для видео Я даже знаешь что думаю Когда мы будем очень известными Когда мы будем прям миллионниками То есть никогда? Когда мы будем миллионниками Мы может быть выстроим на аукцион это оборудование Мы забыли рассказать о квадрокоптере DJI Mavic Pro Который мы купили где? В Duty Free в Финляндии в Хельсинки Вот с помощью него мы снимаем с воздуха Да, но только когда мы его купили Мы очень серьезно обломались Мы его купили в аэропорту Перед тем как вылететь на Майорку На Майорке мы его раскрыли И поняли что у нас недокомплект Точнее не так Производитель положил все что нужно Но девушка продавец Которая проверяла комплектность Выложила все А обратно положила не все Не все это винты Самое главное Мы прилетели на Майорку Я распаковываю А двух винтов Лопастей У меня нет Ну и в общем На Майорке мы не снимали Может быть и к лучшему Потому что там съемка все равно запрещена Но плохо то Что мы так и не смогли вернуть эти винты Потому что в Duty Free нам было уже не вернуться И купить мы там их тоже не смогли В то время Обошли все магазины И винтов нигде не продавалось На Майорке Прилетели на родину Купили винты И после этого летаем Вот так собственно Да ни фига мы не летаем Мы опять не летаем Потому что запретили летать По которому нужно регистрировать дроны Процедура там достаточно сложная А к тому же еще есть карта полетов По которой в Питере вообще летать нельзя Да Если вы даже зарегистрируете дрон То летать вам будет нельзя Потому что над домами нельзя Над людьми нельзя И вообще нигде нельзя Можно летать в поле Полной задницей Улетать вообще где никого нет В лесу можно летать Вот в лесу Можно летать Но один раз я ехал Привязал за машиной дрон Въехал в лес И там дорога так поворачивала В общем этот дрон вошел боку У меня в какую-то березу повис на дереве И я его после этого инцидента еле нашел Я его искал минут 40 И то нашел по камерам Я по GPS пришел Смотрю где он По GPS он здесь должен быть И я не мог найти То ли он в листве валяется Потому что листики в камере вот так барахтаются То ли где И в итоге Дальше я начал регулировать камеру Вверх-вниз сам зум И понял что он висит где-то на дереве Ходил по дороге Смотрю хоп В камере машина проехала Ё-моё Начал искать себя в камере Дальше вот так вот начал пальцем показывать Глядя в камеру И пристрелялся Что дрон висит вот на этой березе После этого я очень долго Этот дрон с березы доставал Нашел людей там монтажников по дороге шли В итоге я их попросил Дал им денег Они залезли на это дерево Стряхнули мне дрон В общем попал на лопасти Там много чего сломалось Когда он грохнулся Но я достал его Раньше когда люди подходили к березе Максимум что они делали Березовый сок из нее доставали А теперь лазят чтобы дроны дослужить С березовым соком у меня отдельная история Мы пацанами бегали по лесу Молодыми Шутка юмора на Толе Да И весной конечно идет Влага впитывают деревья С земли воду Очень сильно идет березовый сок Можно его брать То есть по стволу дерева Идет березовый сок Так Собственно все приходили Люди ставили баночки Втыкали В соломинку И березовый сок По этой соломинке В баночку набирался На утро приходили И выпивали И брали банку трехлитрового Березового сока Кстати Брать березовый сок Просто так Ну не очень хорошо Это не зеленые заругают Нужно замазывать эту дырку Потом грязью Глиной Чтоб она потом не текла Чтоб береза вообще не высохла Потому что это очень плохо Для березы Так вот Маленькими мы Бегали по лесу И видели Что стоят такие банки И вы в них Дай угадаю Что делали Правильно Мы в них Все кто был В общем полную эту банку Люму набирали Березового сока Ну извините Деревенские парни Вот такие у нас были развлечения Второй класс Третий класс Потому что мозгов то не было Но собственно так развлекались Мне кажется Что на этой самоизоляции Благодаря нашему дневнику блогера Я много нового узнаю О своем муже Это тебе еще много не рассказывало У нас еще впереди Не один день успеешь Ну думаю на этом Нужно попрощаться С нашими подписчиками Мы рассказали вам И показали то оборудование На которое мы снимаем Как и обещали Да Я уж не знаю Что Алина придумает В следующей серии снимать Мне очень даже сложно уже понять Потому что мы уже практически Все вам рассказали Не бывает такого Что мы все рассказали А вообще я хотела на него Пожаловаться на самом деле Бомби Я вот придумала вести этот дневник И мне кажется Что я уже всем надоела Со своими видео Ну мне точно Друзья Она заставляет меня монтировать Я уже сама монтирую свои видео Да Я вчера сама монтировала Позавчера сама монтировала Сегодня буду сама монтировать Мне кажется Что я теперь всегда Буду сама монтировать Друзья Поэтому если Вам не надоели Наши выпуски И интересно узнать Еще что-нибудь новенькое Поставьте лайк Поддержите меня Хорошим комментарием Потому что у меня Начинает иссякать Березовый сок Друзья На самом деле Нужно попросить Алину Снимать видео Теперь не каждый день А через день Хотя бы Поэтому напишите ей в комментариях Алина не мучайся Снимай видео через день Какой же это тогда будет дневник? А чем же он будет Не дневник Если ты будешь снимать Не каждый день И через день? Дневник пишут Каждый день А если снимать через день Потом захочется снимать Через два дня А потом раз в неделю Так вот и вообще Перестанешь снимать Понял? Так и будет А как только карантин закончится Прекратится Вообще твой дневник Да И когда он закончится Он прекратится сразу И тогда мы продолжим снимать Про путешествия А пока Будь добр Присутствовать со мной в кадре И вещать всякую дичь Друзья Спасибо, что смотрели нас Как обычно На самом деле У нас хорошее настроение Пойдем сейчас пить чай И монтировать видео На этом с вами прощаемся Увидимся Как всегда в следующих видео До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok